Добрый день, дамы и господа, уважаемые любители и профессионалы боевых искусств. Я Роман Карасев. Приветствую вас на YouTube-канале Планета Дзюдо. И мы продолжаем обзор литературы нашей рубрики «Библиотека боевых искусств». И сегодня я вновь рад представить вашему вниманию научно-методический сборник «Хиден. Боевые искусства и рукопашный бой». И сегодня мы познакомимся с вами с седьмым выпуском этого интереснейшего издания. Ну и я хочу еще раз напомнить тем, кто, может быть, только начал смотреть наши видеообзоры, что автор и инициатор этого научно-методического сборника Алексей Горбылев, журналист-международник, востоковед-японист, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и культуры Японии, мастер боевых искусств. Алексей Горбылев много лет посвятил и посвящает себя исследованиям в области боевых искусств, истории. И многие материалы он публикует в своем научно-методическом сборнике «Хиден. Боевые искусства и рукопашный бой». Итак, у меня в руках седьмой выпуск, и давайте мы узнаем, о чем же здесь написано, и что можно прочитать в этом седьмом выпуске. Давайте я хочу еще раз обратить внимание на качество этого сборника. Это не просто тонкое журнальное издание, это очень качественный сборник, плотный переплет, качественная полиграфия. Эта книга и этот сборник будет настоящим украшением библиотеки каждого мастера боевых искусств. Итак, в седьмом выпуске мы вновь видим исследования, которые из выпуска в выпуск постоянно печатает Алексей Горбылев. Свои исследования и исследования, которые он делает в соавторстве. И в данном случае это соавторство с Натальей Демченко. Исследования, касающиеся становления упражнений Таолу в китайских боевых искусствах. Очень обширные исследования. Здесь много-много материала. Много материала о различных направлениях. Вот здесь и картинки, и описания, и ссылки, переводы. Каждый мастер боевых искусств должен ознакомиться с таким материалом. Очень интересное исследование. Дальше. Исследовательский проект системы Дзюудо-Ощепкова. Очень интересный, на мой взгляд, исследовательский проект Алексея Горбылева, который открывает огромные ворота для того, чтобы можно было пройти и встать на путь познания, становления и появления системы Дзюудо. И вообще Дзюудо в Российской империи, и после в Советском Союзе. Как это все развивалось. Как Ощепков занимался этими вопросами. И этот исследовательский проект. Источники совершенствования системы Дзюудо Василия Ощепкова. Здесь также много материалов, представленных в виде таблиц, в виде фотографий. Фотографий того времени, начала 20 века. Я думаю, что этот материал будет очень интересен как специалистам широкого профиля боевых искусств, но особо он будет интересен специалистам Дзюудо и Самбо. Далее мы сможем прочитать в этом сборнике, еще раз напомню, это седьмой выпуск. Материалы Куниси Ясухира. Варианты применения стандартных форм кумите, школа Кэмпо Матобу Тёки. Это очень хороший материал. Он проиллюстрирован фотографиями и текстом. Можно ознакомиться и увидеть. Все, вот. Вашему вниманию представлены достаточно четкие фотографии, хотя они и старые, но напечатаны очень хорошо. И можно видеть, допустим, даже вот на одной из фотографий здесь, моменты блокирования второго удара противника горизонтальным оббивом правой рукой, движением снаружи внутрь. Ути-йокоте. И описание, какие действия, последовательность действий. Очень интересный материал. И еще один, на мой взгляд, заслуживающий внимания материал, это Мэйгенро Сюдзин. Люди-снаряды обмениваются ударами. Великий поединок карате против бокса. Вот такой материал. Он также здесь проиллюстрирован фотографиями, картинками и текстом. Читать все просто... Можно, конечно, это все мне вам прочитать. Может быть, когда-нибудь и соберемся. Но гораздо лучше, когда под рукой у вас всегда будет такой сборник. Еще раз напомню, что это научно-методический сборник ХИДЭН. Боевые искусства и рукопашные бои. Автор, составитель, инициатор Алексей Горбылев. Это седьмой выпуск. Рекомендую такой сборник каждому специалисту боевых искусств в его библиотеку. Всегда, чтобы был под рукой. Всегда можно, если что-то забыли, посмотреть, что-то заново перечитать. Окунуться в ту эпоху. Сравнить различные эпохи. Сравнить свое понимание боевых искусств с тем пониманием, которое вкладывали другие мастера. Японские мастера, китайские мастера. И двигаться вперед на пути совершенствования. Продолжение следует...